Всем большой привет из солнечной Греции! Меня зовут Юля. Вы находитесь на канале о вышивке крестов. У меня сегодня 1 апреля, а я снимаю итоги месяца марта. Вот сегодня воскресенье, я нашла время. Быстренько-быстренько сейчас покажу вам обобщенные видео. Мы еще раз посмотрим, что у меня вышивалось. Да, конечно, по каждому процессу я снимаю видео, подробное все рассказываю. Ну вот, очень мне нравится тоже смотреть и у девочек, и мне нравится снимать такие видео в конце месяца. Быстрый такой экскурс, что у нас было. Ну и, конечно же, хочется начать с героя этого месяца. Это вот этот зайка великолепный от Лансвит. Спи, моя радость! Все мое внимание он занял в этом месяце, и практически только им я занималась и вышивала, работала над этим зайчиком. Да, конечно, я отвлекалась на другие процессы, но совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Как я уже и говорила, масштабная работа, она кропотливая и действительно занимает много времени. Ну вот, у меня, по крайней мере, так. Талантливейшая разработка, великолепная. Я вообще не перестаю ей восхищаться. Смотрю, рассматриваю, хвалю дизайнеров, хвалю себя за то, что я все-таки собралась силами и вышила эту работу. Ну, не буду долго нахваливать эту красоту. Немножечко еще раз вам покажу с близкого расстояния какие-то детали. Давайте посмотрим, полюбуемся. Прекрасная работа, и это моя победа в марте месяце. Еще в марте я начала вот такой бисерный набор от Чарины Мити, Тайная Вечеря. Давно я о нем мечтала, и, наконец-то, я решилась, что... Ну, хватит уже вкладывать, нужно браться и просто делать. Покажу вам то, что у меня есть на сегодня. Я начинаю вышивать уже одежды святых. Вот на первом плане я вышила красные одежды. Я могу вам сказать, что вот на данном этапе я нахожусь в полном восторге от эффекта, который получается. Получается, персонажи оживают, настолько все ярко, красиво и очень-очень хороший бисер, просто великолепный. Все это блестит, интересно переливается. Да, сейчас, конечно, мне не очень получается вам передать блеск бисера, но вот этот бисер, он, в частности, матовый, он не блестит, а вот рядышком бисер он блестит. Может быть, будет лучше видно вот с этой стороны сейчас. Вот так, блеск бисера. Мне нравится здесь постановка, прорисовка, как показана вся картина. И очень мне нравится то, что получается. Наверное, к воскресенью Христова не получится у меня завершить эту картину, но ничего, будет завершено позже. В любом случае, я рада, что я к ней приступила. А то, знаете, откладывается, все откладывается, руки не доходят. Нравится мне вышивать. Бисер здесь, как я сказала, очень красивый. Хочу сейчас вам показать один бисер, который я просто влюбилась. У меня такого не было. Это вот такой жемчужный перламутровый. Он как жемчуг. Не знаю, видно ли сейчас, не видно на камеру. Немножко отсвечивает. Очень-очень красивый бисер. Вообще здесь весь бисер очень-очень хороший. Вот часто пишут в наборах, да, там, прециоза, чешский. И открываешь какой-то ровный, какой-то неровный. Наверное, как-то миксуют, да, чтобы подешевле выходила комплектация набора. А здесь вот на данный момент то, что я открыла, я еще не все цвета открыла, здесь бисер очень-очень хороший. Будет здесь золотая нить, будут здесь бусины. Должна получиться очень яркая картина. Я не хочу сказать икона, потому что не мое место создавать иконы. Пусть будет картина, но для меня она тоже несет глубокий смысл. Вот. Закончилась у меня здесь моя нитка, которую я вышивала для бисера. И вышиваю просто белой пока капроновой ниточкой. На выходных, на следующих, в этих уже не успела. У нас в воскресенье все-все-все закрыто. Так, потому что воскресенье здесь очень уважается и работают только кафешки воскресенья. Все остальные магазины, службы, все-все закрыто. Вот. Ну, в следующую субботу я постараюсь выехать и поискать такую ниточку, чтобы, может быть, раньше у меня получится, выехать и купить ниточку. Ну вот, на сегодня итог такой. Буду еще снимать, наверное, промежуточные видео по этому процессу, показывать, как идет у меня здесь работа, как дело. Может, что-то повышеваем. Ну, на данный момент очень-очень нравится. Ну, посмотрите, оживают персонажи, красиво все получается. Проработка вообще разработана. Дизайн очень-очень качественно, грамотно. Я рекомендую. Вот кому нравится такая техника, возьмите от Чаринной Мыти. Я уверена, вы не пожалеете. Это будет шедевр. Вот такой у меня второй процесс. И перейдем к следующим. А следующий процесс – это мой сэмплер с подсолнухами. И вот с последнего отчета, когда я вам показывала, я снимала, рассказывала про этот сэмплер, у меня здесь появилось вот это вот яркое пятно. Это начинают появляться мои подсолнухи. Мне безумно нравится, вот не нравится мне это слово безумно, но, скажу, очень нравится сочетание ниток на этой основе. Как удачно все сложилось, получилось само собой. Получается ярко, получается стильно, интересно. Ниточки ложатся красиво. Вот так, сейчас немножко поближе покажу. Здесь, значит, мне нужно будет вышить немножечко бэкстича где-то вот на этом бутоне подсолнуха. И я буду переставлять пяльца. Я специально не переставляла, и пока вышивала вот здесь, что могла, как мне было, пристраивалась, чтобы показать вам видео отчетное, чтобы было что смотреть. Если я переставлю пяльца, будет корзинка, скажем так, передавлена где-то в середине, ну и будет некрасиво, неинтересно показывать. А вот так вот более-менее сейчас виден прогресс по этому процессу. Как уже я говорила, вот вышивать вот этот бордюрчик мне ужасно не нравится. Но его здесь, слава богу, немного, поэтому потихонечку как-то вышьем. Сам процесс получается небольшой. Вот я открою всю основу. Значит, здесь подсолнухи, а дальше пойдет алфавит и завершение работы. Маленький получается у меня такой. Картинка маленькая получится за счет того, что, наверное, мелкий каунт. Ну, крупнее я у себя не нашла. Ну и ладно. Мне самое главное нравится вот сочетание цветов, как это все смотрится. Очень душевно, тепло и красиво. Такой вот у меня процесс. И перейдем к следующим. И переходим к заключительному процессу этого месяца. А то это громко заявила. Следующий процесс, один процесс. Это мои утки-мандаринки от Дома Крафт. В этом месяце я его вышивала мало, совсем мало. Вот здесь у меня небольшие продвижения. Вот в этой части что-то тут у меня навышивалось. В основном я его вышивала вместе с вами, снимая теги. И, кстати, в этом месяце меня что-то прорвало. И я сняла целых три тега. Обычно я теги не снимаю. Ну, как-то не получалось. Времени не было, чтобы сесть и записать целое видео. У меня постоянно кто-то то звонит, то что-то. И не было такого настроения, наверное. А здесь я в этом месяце целых три тега сняла. И вот вышивала я именно эту работу. Легко, просто, не отвлекаешься. И она мне этим самым и очень нравится. Особенно по вечерам я люблю ее вышивать, браться бы в дорогу. Даже могу в машине повышивать, если мы едем куда-то далеко. Сейчас начнется у нас лето. Мы обязательно будем ездить на море. Сейчас ездим, гуляем на природе. И я ее беру с собой. В машине, когда мы едем, я могу одну-две ниточки вышить. И перед сном или перед работой. Одну-две ниточки. И вот потихонечку-потихонечку двигается. Я надеюсь, что к концу года я дошью до этого края. Дошью вот здесь какие-то элементы. И потом в следующем году точно так же потихонечку буду ее вышивать. Я ее, в принципе, вам уже показывала еще раз. Но еще раз открою, покажу. Вот он наш лотос. Здесь листья лотоса. Темные цвета, потому что здесь идет классический рисунок корейский. Вышивка, говорю. Рисунок тушью. И потом зарисованные какие-то элементы яркими цветами. В Корее и, по-моему, тоже в Китае, в Японии очень было распространено рисунок тушью. То есть черно-серыми цветами. Но потом стало модно некоторые элементы выделять именно яркими красками. Для придания такого вот контраста. И почему было модно рисовать тушью? Потому что художник рисовал буквально картину за 5 минут, не отрывая кисть от полотна. Даже в присутствии зрителей это было очень круто. Вот так, не отрывая руки, взять и быстро нарисовать картину. Ну, вот такие работы, где есть яркие элементы. Эти работы, они уже рисовались подольше. Потому что у каждого художника была своя техника создания красок, разведения красок, прорисовки. Это уже немножко другая техника. Ну, вот красивые, красивые здесь очень уточки. Я люблю уточек, мандариночек. Такие они существа невероятно красивые. Вот, зайдите в гугл, забейте утки-мандаринки, посмотрите, какие они в природе яркие, красивые, такие миниатюрные. Вообще, я люблю птиц. Мне, наверное, надо было быть орнитологом. Да. Ну, вот, вот по этой работе у меня здесь все. Ну, что, вот такие вот у меня итоги марта месяца. Одна завершенная работа и одна начатая работа бисерная. Какие у меня планы на апрель месяц? Я буду стараться вышивать мою бисерную работу от шариной мытья. Надеюсь, что у меня получится ее завершить даже. И также я буду работать с моим сэмплером, с подсолнухами. Почему-то мне кажется, что он у меня вышится тоже легко и быстро, непринужденно. И есть все шансы завершить его в апреле. То есть, вот я на апрель себе ставлю, ну, скажем, для меня это такая глобальная задача завершить два процесса. Вот. Что еще будет вышиваться, не знаю, по настроению. Но вот эти два процесса мне хотелось бы увидеть и вам показать уже готовыми и завершенными. Все. На этом я хочу пожелать вам хорошего настроения. Конечно же, успехов в вашем творчестве. Ну, и до новых встреч. Всем пока-пока.